Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Здорово. Привет, ребят. А вот Внутри разряжаются. Привет, друлешт, как у вас погода? У нас, как обычно, жара нереальная. Дождя так не хватает дико. Чувак, тоже иди нахуй. Еее. О, Лиза, привет. Привет, Лиза. Салют, салют всем. Давно я не выходил в прямые эфиры. Да, чувак, на батле много косяков было. На самом деле, что поделать? Нормально, чувак. Так, чувак, вот. О, дружище. Здорово, друг. Как тебе дела? Когда бухать, молодой чувак? А все. Прошло то время, когда я бухал. Спасибо, спасибо, спасибо. Что, ребят, рассказывайте вообще, как вам крайний батл? Но не так рассказывайте, что, блядь, вы долбоёбы, вы хуёво выступили. Идите нахуй с такой темой. Просто, типа, что понравилось, что не понравилось. Какие замечания. Ох, давно я не вёл прямые. Какое у тебя зрение? Чувак, у меня, походу, минус три. Но у меня очки минус два с половиной. Так что, мне кажется, вскоре нужно будет либо линзы носить, либо очки другие взять. Не знаю, к очкам уже привык. У меня стрижка почти как у тебя. Чувак, это у меня стрижка почти как у тебя. Рэймин, блин. Рэймин не курит уже три месяца. Я, между прочим, тоже. Так, кстати, насчёт командного раунда, да, тоже хотел сказать. Как вообще, какая позиция была у нас? Мы с Ромичем, когда писали командный раунд, мы ни в коем случае не хотели делать реально тему прямой дис. Ну, понятное дело, что сделали бы, все сделают беспощадный дис, давайте обсирать оппонентов. Ну, типа, нам немного надоела вся эта тема с обсиранием просто левых чуваков, которым у нас неприязни нет. И поэтому мы решили сделать просто так, в основном, как трек. И всё. Направленным на долпу, тупо раскачать там зал и всё такое. Вот в этом, может, был наш минус. Но вы сами понимаете, когда ты баттлишь шесть баттлов подряд, у Ромича ещё на Back to Beat баттл был и там, и там баттлить. И когда ты приходишь на рвательный битак, где обстановка немного другая, где это как более концертное мероприятие, где ты не стоишь в кругу, и вокруг тебя люди, как на баттлах. А тупо стоишь на сцене, и, конечно же, какой-то даже рефлекс идёт, что ты не выступаешь против оппонентов, а в какой-то мере ты просто направляешь всю энергию на зал. А у меня, мои минуса, которые... У меня начало, за два часа до выступления, начало першить просто в горле. Вы слышали, как я конкретно тебя напрягался, а я именно орал. Именно пиздец, как просто срывал голос. Но благо, что в этот раз я мало задыхался. Обычно у меня с этим проблемы, но тут, я не знаю, мы как-то репетировали, а вот Ромич... Ну, Ромич сам сказал, что он скакал много по сцене, и поэтому это немного сбило его. И мой самый косяк... Знаете, я вот как предвидел, когда выйдет баттл, что все начнут это замечать, и мне самому так обидно за эту тему, мне так досадно, что я хреново влетел на своём одиночном раунде. Это было очень хуёво, но прикол в том, что я дерьмово слышал минус. Я очень тихо слышал минус. Стоп, стоп, всё нормально, нормально. Так, таки вот, короче, я хреново влетел, потому что я плохо слышал минус, плохо слышал минус в мониторах. Это, по-видимому, ещё из-за того, что я фигово, когда был саундчек, я фигово себя настроил. И вот. Чувак, иди нахуй, ребят, если вы выёбываетесь в комментах, вас ещё не так много, чтобы вас не блокировать, вас не так дохера, чтобы я там не замечал чё-то. А вот такие вот, типа, хуесосы, которые пишут разную дичь на трансляциях, в комментах, вас, типа, блокировать не лень, абсолютно. Нарвать на битах ещё неизвестно, потому что, ну, Чейн ещё не сказал, кто прошёл в топ-16, но... Ну, потому что чувак, он любит батл-рэп, всё очевидно. Чувак попал. Маталь, ему хорошо. О, Молдова, Молдова. Короче, ребята, ещё вопрос. Кто, если в трансляции есть кто-то из Тирасполя, мы хотим на выходные приехать в Тирасполь, потусить там денёк-два. Если вы из Тирасполя, давайте обязательно встретимся, прогуляемся. Я давно не был в Тирасполе, очень нравится этот город. Нищета и собаки. Вот яркий пример того, что новички могут прийти и показать охеренное шоу. Как бы за Монерикс не топили, когда мы стояли за ними, ну, за нищетой собаки, в зале это звучало очень круто, но со стороны вот Шиша было много чего непонятно. То есть, явно было, что у него крутой флоу, он круто выдал, не как обычно, я от Шиши не слышал такого раньше. Но вот так же, как и ещё, между прочим, у Яра так же было, он тоже кричал в майк, потому что плохо себя настроил. Но винить технику, это, конечно, херня, потому что нужно только себя винить во всех этих косяках. Да, я сейчас в Кишинёве. Я уже почти месяц как в Кишинёве. Нет, чувак, смотрите, смотрите, в чём фишка. Мы после 140 BPM, мы слишком рано подлезли в батлы вообще. Потому что и там нужно было камбэкнуться просто красиво, а тут, видите, как, ну, воля случая, не получилось красиво вернуться. Но я не считаю, что мы выступили супер хреново. Всё было, ну, может быть, да, были косяки, но всё не так уж хреново, как вы думаете. И, типа, если мы не пройдём на рвать на битах, то это уже какой по счёту знак, что нужно наконец-то уже делать музло и забить на все эти ебучие батлы. Я понимаю, что вся бублика, которая здесь, она только и ждёт батлов. Но, чуваки, цель, когда мы ссувались в батлы, цель была и первоначальная, совсем другая, делать музыку. И, думаю, вы согласитесь, то, что музыка это намного важнее. China Town охуенно выступили. Вот, просто ждите их бату. China Town очень круто выступили. Кстати, вот у нас, у чуваков, с которыми мы сотрудничаем, с Кореей, у них вышла, они нам... Мы сделали коллаборацию шмота Freshman. Так что, если кто хочет, заходите. Кто хочет футболку, как у меня, как у Ромыча, заходите в их паблик. А, нет, Ромыч не выступал в этой футболке на батле. Короче, кто хочет футболку, как у меня, Freshman, заходите в их паблик. И там дёшево можно её приобрести. Там, кстати, сейчас ещё идёт розыгрыш футболки Freshman, SweetShot Freshman. И ещё одной футболки Freshman. И коллаборации муждей Boys с PlayBlackRaming. Скорее ли его там 4 шмотки вроде разыгрывают. OG Gang. Хорошее выступление, очень хороший уровень. Какое бы ни было отношение к Артуру, но, типа, батл прям, типа, пиздатый на самом деле. Ну, как обычно, типа, в их стиле. Всё нормас. Жаль, что вылетели с РБН. Чувак, никто ещё не вылетел. Топ-16 ещё не составляли. Рифмобеса. Чувак, это футболка, которую он, типа, на батле показал. Чувак, следующий батл, не знаю, если он вообще будет. Гокила или Исла? Не знаю, чувак, сложно. Думаю, чувак, правда не знаю, как это сделать. Нет, бро, я не курю. Уже не курю. Кто тебе Гокила? Не знаю, даже как тебе это сделать. Как тебе твёрдый знак. Чувак, я залетел криво на второй бит, я уже пару минут назад об этом говорил. Нет, чувак, смысл делать концерты в Кишнёве нет, потому что Ромыч живёт в Питере. Я это говорил миллион раз, и... Да, Рома в Питере. О, чувак, здорово, опять не спишь. Да, чувак, это теперь навечно останется... Да, это навечно останется на видео, как я херово залетел. Но... Я мог, конечно, попросить триллоуд, но это было бы хреново. Да, чувак, думаю, конечно. Надо переезжать и делать... Наконец-то возвращаться и быть намного продуктивнее, чем мы даже были, когда Ромыч был в Кишнёве. Вообще, тупо сидеть и ебашить мы зло. Отстраниться от всего абсолютно. От батлов и делать музыку. Это уже давно пора это делать. Ну, что-то затягивает эти ебучие батлы. Вот ноу-нейм в этом смысле молодец. Ему по кайфу батлить. Его позвали на мейн-эвент, он забатл, всё, ништяк, делай дальше музыку. Вот в этом уважение Никите Бошкину. Вот, кстати, насчёт Николая Симак, или Симак, прости, брат, я не помню. Очень крутой чувак. Это тот чел, который, наверное, не пропускает ни одно мероприятие, ни один батл. Это такой прямо ярый фанат батлов. И причём это чувак, который всегда стоит в первых рядах и не стоит как ковач, типа как манекен просто для вида. А он всегда качает, поддерживает, то есть, типа, очень крутой чувак. Если бы вся публика, ну, как бы и там большинство публики такой, питерской, типа, нарвать на битах, на всех батлах. Но если бы прям все-все-все были такие, как Колян, то это вообще просто, мне кажется, нужно было бы после каждого ивента искать новый клуб, потому что там был бы такой разъёб. Вот. О, и драк. Чувак, здорово. О, Кастанай. Привет. Кастанай это твёрдый знак, по-моему, оттуда, да, или мне кажется? Я, может, не правильно понял. Чувак, у Димас, ты... Если вы видите, что появляется какой-то мейн-эвент, ну, вот, посмотрите, Димас с Голкилла, это, по сути, интересный батл. Там конфликта какого-то может и не быть. Ну, просто, типа, для мейн-эвента это, типа, пиздатое. Потому что и Димас так гангстер, и Голкилла гангстер. Блин, как я давно не видел эти прямые эфиры, я уже и забыл. Тебе подходили фоткаться кто-то? Да, чувак, это капец. Один раз рассказываю историю. Я выступал с Сильвиком на открытии какого-то магаза, типа, техники. И ко мне подошёл какой-то мужик, ему лет сорок пять или сорок шесть, но он не знал, кто я такой. Он, в общем, чувак, по-моему, из Турции. Он ко мне подходит и говорит, типа, hello, can't, типа, там, можно фотку спать. Вот, когда он, типа, I'm from, ну, он сказал, откуда, он говорит, типа, are you popular in Молдова? Я говорю, yes, a little bit, всё такое, там, типа, так-то, так-то. Он говорит, типа, how much will cost your concert in Молдова? Я говорю, типа, 400 евро, короче, знаешь, типа. Ну, начал затирать, потому что, типа, я популярный. Он мне сказал, вот, так-то, так-то, мой брат занимается организацией выступления этого Араша, или как он называется. Короче, этот попсовик из Турции, или откуда, я на меня вообще не шарю. И вот он ко мне сфоткался, я подошёл сфоткался, я такой, типа, блин, чувак, зачем ты слушаешь эту музыку? Ты же уже стар, суперстар. Да нет, чувак, у меня, я так сейчас жалею, что я в школе проёбывал английский. Очень часто его проёбывал. Сколько команд? Ну, из 24 команд выберут 16. Ну, здорово. Ребята, запомните, не по-молдовски, не Молдовия, как вы все говорите. Есть Молдавия, Молдавия, Молдова, Молдова. Что ты имеешь против Го Кила? Как думаешь, Кила с таким текстом пройдёт? Да, чуваки, не в тексте дело. Как бы это странно не звучало, ты можешь полную дичь нести, ну, не прям полную дичь, конечно, но ты можешь банальный текст написать, но если ты подаёшь его уверенно и круто, то все коздыри в твоих рукавах. Ну, на второй встрече, да, были косяки, почему-то вторая встреча, она как-то не так запомнилась, как первая. На первой прям вообще пиздец был. Ну, смотрите, в чём прикол. В Молдове около 35% русские, остальные молдаване. Но у нас есть, типа, непризнанная республика, Приднестровская, Молдавская, короче, республика, получается. Короче, блин, зачем я это рассказываю, это ж всё равно вам неинтересно. Салют. Короче, если вам нужна информация по всем баттлам, пишите Николаю Симаку, он всё расскажет в подробностях, как всё было. Твой флоу колхоз, но он и чувак, пошёл ты нахуй. Гоурунтур. Алла, свой язык. Ну, тут молдавский язык. Тут люди говорят на молдавском и на русском. Так, короче, ребят, всем покедово. До скорых встреч. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok